И снова здравствуйте! Мы с вами снова на территории мечты. И опять с нами наш постоянный участник наших передач Роберт Грислис. Это неудивительно. Кстати, мы выходим с небольшим опозданием. Не всегда мы выходим вовремя, но на сей раз мы предупредили, потому что было событие, которое явилось толчком для нашей сегодняшней передачи. Те, кто смотрит наши передачи по телевизору, наверное, видели программу, где мы говорили о народной медицине, о нашей латвийской целительнице, очень известной. Мы говорили о известном индийском гомеопате Кулкарни. Роберт рассказывал об Айурведе. И вдруг по телевидению все прошло хорошо, но почему-то передачу в Ютубе заблокировали, и Роберт не мог выходить целую неделю. Вот, Роберт, скажи, пожалуйста, за что нас заблокировали? Так, ну мне трудно сказать за что, потому что тут в каждом случае где-то канал разбирается по-своему. Похоже, сейчас уже начинает работать какой-то искусственный интеллект, ищет по каким-то ключевым словам, фразам. Вы не пытались, кстати, Татьяна, разобраться тоже с этим в этом вопросе? Ну, конечно, пыталась, потому что меня пропустили. А дело все в результатах приема аюрведических и гомеопатических средств. Я не употребляю других слов, все законно. Средства, добавки. Но могу сказать одно, что я, когда у меня, лично я, когда у меня бывают какие-то серьезные заболевания и проблемы, я обращаюсь к аюрведе, к гомеопатии. Они мне как-то больше помогают, чем другие. Опять же, не буду называть. И когда я разбиралась, в чем же дело, я разбиралась, в чем дело. А дело оказалось в том, что я употребила в результате лечения господина Кулкарни онкологию и что-то было там еще, какое-то заболевание. И за это тебя заблокировали. А я потом просто вырезала этот кусочек, и программа прекрасно прошла. Значит, я на моем канале смогу вернуть. Да. Так вот, у меня возникает опять вопрос. В Индии такое же отношение к гомеопатии, то есть ее не считают наукой, ее не считают медициной, ее старательно блокируют и считают где-то вне закона. Да, тут повторим то, что я уже рассказывал для основной передачи. Это всегда интересно сравнивать, что происходит в каких странах. В одних странах разрешено одно, запрещено другое. Есть вещи разрешенные, есть разрешенные, но не приветствующиеся взаимосочетания запрещенного, разрешенного тут очень велико. Например, в той же Индии мы едим говядину, в Индии убийство коровы – это уголовно наказуемое преступление. Если бы у нас действовали индийские законы, у нас бы очень много крупных предприятий посадили бы в тюрьму. В Индии интерес к гомеопатии очень интересный. У них есть на уровне министерства, есть министерский департамент АЮЖ, который объединяет в себе пять направлений. АЮЖ, если написать эти буквы, это получается аббревиатура слов АЮВЕДА, ЙОГА, ЮНАНИ, СИТХА, ХОМЕОПАТИЯ. Итак, пять этих направлений, которые легальны и которые, как бы это сказать, раз они легальны, они имеют определенные стандарты, государственные стандарты, как они должны работать. АЮВЕДА легально, занятия йогой – это легально, Ю, ЮНАНИ – это медицины АВИЦЕННЫ, тоже отдельная тема, очень интересная. С – это медицина СИТХА, это есть возможность использования трав и есть возможность использования минералов. В Северной Индии это все объединено в АЮВЕДА, в Южной Индии АЮВЕДА занимается только травами, СИТХА медицина занимается минералами. И последняя ХОМЕОПАТИЯ, то есть она не то что признана, она является официальной медициной на уровне министерства. Есть в министерстве стандарты для гемеопатии, какие должны быть лекарства, есть для препаратов СИТХА медицина, какие должны быть препараты, какие требования. Есть стандарты АЮВЕДА, вот такие-то есть препараты, такие-то к ним требования, такими-то средствами они перепроверяются и уточняются, правильные они или нет. Это, кстати, тоже важно, потому что, например, когда западная медицина, вот какие-то аюрведические травы являются разрешенными, это не значит, что медицина проверила, что оно действительно помогает то, для чего они предназначены. Это значит, что медицины исследовали, что от них нет вреда, что у них там нету цинка, нету там каких-то вредных веществ, что при приеме вы в такой маленькой дозе себе никак не навредите, больше ничего другого она не гарантирует. Вот такие стандарты. Да, но фармакомпании просто объявили какой-то крестовый поход. И почему при этом вот те же пищевые добавки, которые стоят в каждой аптеке громадными рядами, и это, в общем-то, немалые деньги, и люди бегут, покупают их, прямо горстями едят, да, вот он принимает тот же цинк. А, да. И почему тогда этот же цинк запрещен в той же Аюрведе? Я подозреваю, что проблема в том, что запрещенная медицина, ее тоже понять можно, она разрешает те вещи, которые она может понять. Метод изготовления препаратов из металлов, он очень технически сложный, и мне такое подозрение, что, скорее всего, просто в этом направлении никто не разбирался. Там цинк, его там должны, как и многие металлы, его разогревают до красна, потом опускают в молоко, например, там, потом разогревают, опускают в масло. Оно меняет какие-то свойства. Потом его очень хитрым образом сжигают, там, помещают в горшок, в горшок помещают в печь, там, разогревают примерно до температуры полторы тысячи градусов, потом перетирают в тонкий порошок, потом еще раз погружают на полторы тысячи градусов, без доступа кислорода. Иногда перетирают с какими-то травами, и в медицине крайне сложно разобраться. Вот оно разобралось там в 10, 20, иногда 30 травах, и им уже кажется, ну и хватит, ну и достаточно. А цинк, вот у нас есть свой медицинский цинк, и не морочите нам голову, принимайте то, что дают. И в любых количествах? Ну, в том же вопрос не ко мне, я думаю, там указано количество. Я замечаю, что по западным стандартам, когда назначают аюрведические травы, там, в баночках, в капсуле, там, полграмма, там, говорят, надо одну, или максимум две капсулы. Там, две капсулы, это один грамм. В аюрведе лечебная доза, это считается от одного до трех, профилактическая доза считается от одного до трех граммов, а лечебная до шести граммов. Такую дозу назначать страшно, они говорят, нет, 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 давайте один грамм, а лучше полграмма. Не чувствуете никакого эффекта, ну, неважно, принимайте месяц, год, там, и наверняка вы что-то почувствуете. Вот подходы разные, подходы разные. Подходы разные везде. Вот, кстати, у меня подруга в Германии, она очень долго и безуспешно лечилась, причем и в клиниках лечилась, и у врачей лечилась. Потом появился очень интересный один специалист, который лечит витаминами. Он, да, он ученый, он медик, то есть там к нему никаких вопросов нету, его нигде не блокируют, все-все-все очень хорошо. Таки он ее вылечил, да, но он ей прописывал лошадиные дозы витаминов. Когда я говорила иногда, что вот у меня какая-то такая проблема, такая-ли-такая-ли-такая, она говорила, вот, пей такой витамин. Я говорю, послушай, ну, это же лошадиная доза, там совсем другое написано. То, что там написано, это вообще не дает никакого совершенно результата. Ну вот, интересно, почему разрешаются лошадиные дозы препаратов, и это можно назвать лечением. А вот у меня все время этот вопрос стоит просто передо мной. Может быть, наши зрители как-то тоже поучаствуют и свое мнение выкажут по этому вопросу. Потому что вопрос стоит по низ воздухе. Вот у меня была передача на телевидении, на радио, ну, и где очень часто я рассказывала о нетрадиционной медицине, о нетрадиционных методах лечения. И в любом рекламном блоке мне категорически нельзя было называть, произносить слово лечение. Они не лечат, они помогают. Ну, они практически ничего не делают. А вот люди стоят очереди. Ну, что же делать с этими очередями? А, вот так. А, вот что? Ну, тут вопрос. Либо вы входите в эту систему и тоже даете, чтобы такого, чтобы оно не вылечило, но где-то помогло. Ну, либо... Ну, тогда да. То есть тут законность, вот она стоит таким препятствием. Потому что периодически мы задавал вопрос возможность пригласить юридических специалистов из очень крупных в страну. У них возникает вопрос, говорит, а наше пребывание тут будет легальным? У меня тут в Индии легальная работа. А зачем мне ехать куда-то в такую страну, где мою деятельность будут называть нелегальной, а меня там тогда преступником? Ну, смысл? Если я могу продолжать работать здесь, и все хорошо, и все замечательно. Берут какой-то кусочек. Вы мне напомнили про витамины. Мне сразу вспомнилось... Вот я недавно как-то однажды делал разбор таких плодов дерева Амалахи, что оно содержит витамин С. Все слышат про витамин С. Вот принимайте клюкву, там много витамина С. Вот один плод Амалахи, он содержит столько же витамина С, сколько 2 килограмма клюквы. Вот сравнивайте. Человек может сказать, я там ем по столовой ложке, и вот мне мало помогло. Надо знать, каким препаратом, в каких сочетаниях. И опять-таки витамин тоже не является самым важным. Часто вокруг какого-то одного вещества создают ажиотаж. Вот тут такой-то витамин, принимайте это. Каждое растение содержит огромный перечень средств, огромный перечень ингредиентов. И вот знать, в каких сочетаниях и чем эти средства запивать, чтобы они попали в нужный орган, в нужную ткань, совершили нужное действие. Вот это настоящее искусство. Вот это искусство до нас и не доходит из-за препонов. Распишите нам, дайте нам информацию об одном витамине, остальное нас все не интересует. Да, это проблема. И при этом люди время задают вопросы. Где найти специалиста по юрвиде? У меня такая проблема. Я не знаю, я не знаю, ничего не помогает. Вот как? Где? Что? Расскажи, покажи. Зная, что я как бы очень этим интересуюсь, увлекаюсь и спрашивают совета. Ну, советую. Кстати, чаще всего действительно самый хороший выход это отправить человека в Индию. Там официальный специалист, там все средства легальные. И подход будет какой-то... Тот же специалист, приехав в Европу, он может не иметь права назначить то-то-то. В Индии больше свобод. Это я впервые почувствовал, когда я учился у Васан Хладов. Я встретился с ним в 2002 году. И учился в Германии. Он рассказывал, какие средства можно применять при тех-тех-тех случаях. И потом я поехал к нему в Индию. Я вижу, что он индусам назначает более сложные средства. Иногда даже в Индии, иногда даже он европейцам и индусам назначает разные средства при одном и том же заболевании. Потому что европейц будет сомневаться. Простите, а вот это, то, что там, оно на Западе известно, это вот европейская наука это одобрил или нет? Индусам может дать какое-то средство, где там будут неизвестные нам травы, неизвестные нам ингредиенты. Но они помогают? И они помогут быстрее. Индусам примет это с удовольствием. Европейцы иногда боятся и там сомневаются в каком-то средстве. Вот это и есть проблема. Пациенты не боятся. Я с этим столкнулась в Институте Академии Тибетской Индийской Йоги и Медицины, где мы с тобой познакомились. Да. Я там преподавал. Да, это мой учитель. В аюрведе я не достигла никаких успехов. Слишком сложная наука. Но я сделал все, что мог. Нет, нет, нет. Ты учил хорошо, ты давал все, что нужно. Но журналистика это все-таки мало состыкуется, поскольку это требует много времени, много знаний, много усидчивости. А времени на все просто не всегда хватает. Йога – другое дело. Но к нам приезжала преподаватель. Я с ней сталкивалась еще в Тхарамсале, в тибетских поселениях в Индии, когда я еще раньше приезжала туда и обращалась за помощью. Она была тогда директором Института Тибетской Медицины в Тхарамсале. И потом она вдруг, мы сталкиваемся с ней в Академии. Естественно, у каждой есть свои проблемы. Я у нее задаю вопросы, вот то-то, то-то, то-то. Но она смотрит пульс, смотрит там, а потом говорит, ну, Татьяна, вы понимаете, говорит, я вам ничего не могу дать. А почему вы же мне вот, вы мне тогда вот дали, вот это так, это мне так помогло, это вообще, это перевернуло весь мир. Я ходила туда, 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 вот тут пришла. Она говорит, ну, я же не могу сюда привезти эти препараты. Я могу сказать вашу проблему, я могу сказать, чего у вас там вата питалась. Но я не могу вам помочь. Приезжайте к нам, мы все сделаем, мы все уберем. Поначалу я очень часто, вот это была моя такая тоже сердечная боль, когда я приехал от Лос-Ант-Ладо, приходит человек, показывает проблемы. Я понимаю, чем это можно вылечить. А вот этих средств нету. И потом я сейчас стал немножечко по-другому относиться к искусству вот того же учителя Васянт-Ладо, который приехал из Америки, из Индии в США. И там из доступных средств, из того, что вот есть на месте, он из этого дает рекомендации, из этого дает назначение. И очень часто хороший специалист найдет, как выкрутиться. Ой, вот вы мне сейчас рассказывали, я сейчас вспомнил один момент, когда я был на первом европейском, первой ассоциации, ой, что я говорю, я был на Европейском конгрессе Айурведы, он был в 2010 году в городе Баден-Баден. И там была преподавательница Айурведы Венот-Верма. Причем у меня давно была книга, причем когда была книга, я не знал, что это женское имя, ну, Венот-Верма. Я думал, что это мужчина. Казалось, женщина очень там маленького роста, метра пятьдесят, индусы там. И была конференция, была трибуна, и почти все европейцы, они задавали те же вопросы, что вот ты, Татьяна, мне сейчас задаешь. А вот у нас нет того, а вот у нас нет того. А вот это есть, но вот это растение не исследовано, а вот тот препарат не допускают. Вышла Венот-Верма на трибуну, она вышла на трибуну, я помню, как она уходит на трибуну, у нее оказывается нос на уровне трибуны, она сняла микрофон, вышла к людям на сцену и сказала, что вы ноете, говорит, в Айурведе много подходов по вопросам правильного питания, питайтесь правильно, там, используйте овощи, соки, там, все, что, вот, вы все использовали из того, что у вас есть, чтобы вы там ноете, что вам не хватает того. Вот это, кстати, очень важный вопрос, очень позитивный. Все ли вы использовали из того, что у вас есть, доступно здесь? Роберт, но ведь у нас есть одна химия, что мы получаем в магазинах? Мы получаем химию. Посмотришь на любую наклеечку, е-е-е-е-е-е-е, ой, не хочется дальше дотажать, потому что идет фольклор. А что у нас в земле? Да, да, да. Это удобрение, это удобрение, это удобрение. Ну так что же нам из еды-то брать, а? Всегда можно сказать, что нам не хватает того-того, и всегда этот очень полезный вопрос, вот всё ли мы использовали из того, что у нас есть. Я как-то поймал на себе на такой одной простой мысли, я тоже впадал периодически в депрессию, что не дают здесь возможности нормальные развернуться. Что мне толку изучать то-то-то? Я пришёл к простой мысли, вы не можете запретить вот это использовать, но вы мне не можете запретить это знать. Да. Я приезжаю, очень часто я приезжаю в Индию, в Гималайю к своему учителю, который специалист по мантрам, он по мантрам, он не разбирается в иерведе, он специалист по ведической астрологии. Его жена привозит мне соседей из деревни, как к врачу. Мы не знаем, какие лекарства, местному врачу мы не доверяем, он какой-то у нас там странный, там это самое. Я спрашиваю, вы можете найти вот эти травы? Оказывается, у них это всё гораздо проще и чуть ли не разные истории. Вспоминал, я вспоминаю, как в Кероле человек подходит к лавке и говорит, вот доктор прописал такое-то растение, вот порошок такого-то растения, вы такое мне продать можете? Он говорит, нет, у меня нет такого порошка этого растения, но это дерево растёт вот здесь, я могу сейчас насушить, смолоки послезавтра я вам дам. То есть то, что для нас это что-то совсем невообразимое растение, у них это всё, кто знает, тот находит здесь. И, кстати, вы зацепили ещё одну тему, которую я думаю начинать разбирать, насчёт Е. Я как-то задался таким вопросом, а все ли Е настолько вредные, и есть ли Е в Аюрведе? И тут, знаете ли, очень, несколько совершенно необычных Е я нашёл в Аюрведе. Такие? Я хочу их как-нибудь разобрать, каждые по деталям, и это будет, наверное, очень интересная серия. Ну, самое простое. Е-100. Что такое Е-100? Это куркумин. Вы берёте куркуму, там присутствует от 3 до 7% Е-100, добавлено Господом Богом. Вот так. А что это? Что это есть? Вот это? А, то, что классификация, когда начинается на единицу, это краситель. А-а-а-а! Е-100 – это то вещество в куркуме, которое крахит. Вот, собственно, кто готовил хоть раз пищу с куркумой, знают, не дай Бог её просыпать на белую одежду, не отстирывается. Было, 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 было. Не отстирывается, только если не отбеливать чем-то химическим. То есть, в пищевой промышленности она используется как краситель. И даже многие в пищу добавляют аюрведу не потому, что им нравится вкус куркумы, а потому, что им нравится цвет, который она придаёт. Он был белый рис, а он становится оранжевым, и как-то веселее там кушается и так далее. Вот. Многие вещества, которые нам известны под Е, нам кажется, что Е – это что-то ужасное. Там Е-500 – это сода. Вот. И так далее. Да, недавно как раз где-то мы говорили про масла, про касторовое масло является Е с 1500 с чем-то, что-то там такое-то. Так что не так всё страшно. Не так страшен чёрт, как его молюют. Там есть страшные, там есть не страшные. И опять-таки надо знать, как их использовать. Вот. И опять-таки, одна вечная проблема, что иногда берут какую-то траву, и учёные пытаются найти, а почему она работает. Изучают химический состав, говорят, о, наверное, из-за этого вещества. Выбирают это вещество и в таблетку. Когда это вещество в таблетке, у него есть побочные эффекты. Когда она в траве, у него нет побочных эффектов. Ну вот у тебя никогда не приходила в голову такая мысль, что запрещая нетрадиционные, как их называют на самом деле, самые традиционные методы лечения, это отталкивает, то есть это наоборот притягивает людей. Запретный плод всегда сладок. И даже какие-то действительно методы лечения, которые помогают в нашей, естественно, медицине, в классической как бы у нас медицине, то есть люди стараются не обращаться, потому что запрещают другое. А если запрещают, вот если запрещают, туда именно и пойдут. Мой опыт подсказывает, что есть люди очень разные, есть люди, которым важно, не важно что, лишь бы это было легально, и есть люди, которых очень возбуждают, когда это что-то неизвестное и запрещенное. Особенно это чувствовалось в 90-е года, как тут вот запреты рухнули, можно принимать все, что угодно. Люди были готовы поверить абсолютно всему. И, к сожалению, это тоже являлось сразу почвой для всевозможных спекулянтов, что могли дать все, что угодно. И люди верили тоже совершенно безапелляционно. Тут должна быть где-то золотая середина. С одной стороны, надо быть открытым к новому, с другой стороны, это надо фильтровать. Я недавно был под впечатлением от своей племянницы, у меня есть племянница, которая, у нее медицинское образование, но она как бы не доктор, она лаборант. Она изучает в лабораториях химические составы, и она говорит, ой, мне очень нравится вот эта вот аюрведическая формула. Я говорю, о, ты западный человек, с западным мышлением поверила в аюрведу. Она говорит, нет, я не поверила в аюрведу. Я посмотрела состав, вбила каждый ингредиент, каждое растение в интернет, и нашла, что по ним есть клинические испытания. Есть клинические испытания по ашваганхе, есть клинические испытания по шатаваре, по брахме, по многим-многим веществам. Говорят, есть там какие-то доказательства. Для многих людей, говорит, не надо никаким доказательствам, натуральные, значит, верю. Но вот даже такие люди, которые эти доказательства требуют, о них находят. Ну вот, все-таки, поехать в Индию не каждый может себе позволить. Ну вот скажи, в каких странах есть свободный доступ к аюрведе, то есть можно прийти и получить реальные лекарства, не те, которые... половина запрещенных, не туда, где половина запрещенных. И вот, то есть, врач видит, что нужно знать, что нужно дать больному, но он не имеет права это дать. А в страны, где все свободно, где можно свободно лечить человека? Ой, в Индии я бывал на лекциях, где как бы дают какой-то анализ по странам. Вот сейчас я не воспроизведу, и законы меняются. И в каждой стране есть какой-то... у каждой страны делает свой список разрешенных и запрещенных средств. Я помню, что мне бросилось в глаза, что когда я только начинал заниматься аюрведой, что в США разрешенных трав в 10 раз больше. в Европе там их десятки, а в Америке 2000 разрешенных трав. Там и аюрведа, там и китайская, причем больше даже китайских трав, которые у них считаются легальными. я слышал, что в Венгрии, там что-то есть, там есть легальная сторона аюрведы. Вот точно сейчас сказать не могу. Мне запомнилась еще такая вещь, что когда я изучал аюрведическую офтальмологию, единственная сторона, которая приняла аюрведическую офтальмологию к себе, это Кения. Интересно. Там на уровне правительства вылечили одну там женщину, там почти спасли от слепоты, и президент Кении, он как бы пригласил этот институт к себе, вот занимайте эту нишу, делайте, внедряйте это вот в моей стране. Да, так что вот чем страна более развития, тем у них как бы больше принципов, что только для себя, и других не допускаем. Но Кения тоже далеко? Да, Кения, к сожалению, еще дальше. Еще дальше еще выйдет. К сожалению, а что касается например Турции, то есть более доступных стран? Скажу честно, не знаю. У них наверняка что-то свое. Кстати... По-моему, турки более цивилизованные. У меня, кстати, совершенно недавно было такое признание, ко мне на консультацию обратились из посольства Арабских Эмиратов. После этого сказали приезжайте к нам. Помню, меня приглашали на посол Арабских Эмиратов госпожа Ханна. Кстати, буквально на следующей неделе она уезжает, снова приглашает меня на прощальную такую встречу перед тем, как покинуть пост, вернуться в свою страну. когда приглашали, тоже демонстрировали, какие травы есть в Арабских Эмиратах. И помню, там были травы для ароматов. И из шести средств, что у них есть, пятеро совпало с ведой. Я им об этом рассказал, мне сказали обязательно приезжайте к нам в Арабские Эмираты и мы вас примем и в общем давайте как-то развивайте наше направление там. Но я в этом отношении патриот. Я думаю, что я должен быть для этой страны. Мой учитель с вами Виджай Нанда когда мне повесил браминскую веревочку, она у меня до сих пор на мне вот есть браминский шнурок. Я хотел, чтобы поехать в Индию, чтобы он меня посвятил браминой, но он приехал сюда, вот конкретно в этот зал и здесь сделал обряд посвящений и сказал, что Роберт, ты брамин для этой страны, ты брамин для Латвии, ты должен развивать направление здесь. Вот так. Да, но здесь далеко не так свободно, как в тех же Эмиратах и в Индии. Здесь не свободно, но мы сделаем то, что разрешают здесь, мы сделаем то, что возможно здесь, но сделаем это профессионально. ты просто молодец. Потому что хоть что-то нашему народу но все-таки надо. 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 Жалко людей. Да, жалко людей. Опять-таки, вы тоже не надо принижать себя, потому что вы преподаете йогу. Преподаю. Йога. Мы не можем знать, что принимать себя, но мы можем понимать, как двигаться, как разминать суставы, как погружаться в расслабление, как работать со своим умом. И это тоже дает свои определенные плоды. Вот. Ну, ладно, воспользуюсь трансляцией. Когда мы говорили про гомеопатию, мне еще периодически задают такой вопрос о плацебо. Тоже интересная такая вещь. Да, интересно. Вот. И когда, то есть, извините, плацебо, как бы это, как бы, извините, надеюсь, нас не вырежут, но это лечение с помощью вранья. Вам брут, что тут лекарство, вы верите, что это лекарство, и наблюдают, какие изменения происходят в вашем теле. Мне было интересно, я потом подумал, а если плацебо в ее виде не нашел. Но плацебо имеет и другую сторону. Ведь человек, тоже существует такая теория, что человек может излечить себя сам. То есть у нас настолько мощные внутренние силы, что мы способны сотворить собой чудеса. И может быть плацебо является маленькой ступенькой, к этому. Не все владеют, но если верят, поверят, то... Да, я периодически вспоминал про эти истории, что заряжали воду чумака и помогало. В принципе, человеку полезно выпивать один литр воды в день. Если ему скажут, что ты эту бутыль воды поставишь перед телевизором с чумаком и будешь выпивать по литру где-нибудь у тебя будет все хорошо, просто от того, что человек будет пить больше воды, он будет пить это с чувством внимания и с чувством спокойствия, то это будет... Это будет целебный напиток. Это будет целебный напиток, это так и есть. Самое интересное, очень часто я слышу эту грандиозную фразу, что главное верить в эти лекарства, верить в эти средства, верить в эту систему. Я сейчас начал анализировать, я никогда не слышал таких же фраз от индусов в Индии. Нет. Они никогда не говорят, вот вам лекарство, вери в него. Они говорят, вот все, прямая это будет нормально. Это чисто наше восприятие, чисто наше, как-то вот у людей работает механизм, что может быть даже нас обманывают, но все равно, я буду верить, и будет все хорошо. Вот наше мышление так работает. Ну может быть потому, что аюрведа лечит сами истоки болезни, причину болезни, ну а только симптомы. Причинах, да, но надо уметь в этих причинах разобраться. Да? Самое, да. Я говорю про Индию, про Индию, про Индию, я не говорю про Европу, не-не-не, я говорю про Индию, но в Индии лечат, у нас нет. Может быть, потому что запрещают, не дают тех средств, которые могли бы помочь людям. не без этого, но даже из того, что есть, мы можем очень много чего сделать. Вот. Кстати, нам не написали ни одного вопроса. Нет. Я думаю, мы ответили на все вопросы. Ага, ясно. Мы ответили на те вопросы, почему же нас все-таки не нас, а Роберта, потому что я вовремя убрала ненужные фразы, и поэтому программа прошла. Я думаю, ты еще раз поставишь эту программу на YouTube и на Facebook. Хорошо, наверное, еще очень много впереди. Мне вроде бы казалось, такой негативный момент меня заблокировали, но с другой стороны мне периодически вспоминаются слова Хельму де Колле, говорит, если я говорю и со мной все соглашаются, значит, я несу какую-то банальщину. Абсолютно верно. Так что давай не будем нести банальщину. У нас еще много встреч впереди, много встреч с вами, наши зрители. У нас есть постоянные зрители. И кому это интересно, для них мы продолжим эту тему. А пока до свидания. До свидания. Субтитры субтитры субтитры